МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Не высказать. Добрый день, дорогие друзья. Итак, в эфире программы Народная атрибута. Меня зовут Сергей Зацепин. Со мной студия Анатолий Червец. Добрый день. Привет. И здравствуйте. Да, и не удивляйтесь, если вдруг кто-то из нас начнет кашлять или чихать. У нас тут такая эпидемия прокатилась по нашему офису. Черт побери. Ну, чихать и кашлять, это еще не самое страшное. Кстати, я однажды... Ну, собственно, не однажды, а как один раз палел, и радиослушатели звонили и давали очень хорошие советы, как с этим бороться. И мало того, пока ты сидел тут, передачу вел один, в редакцию позвонила очень доброжелательная женщина, и очень беспокоилась по поводу твоего состояния здоровья. Она переживала, очевидно, хотела подсказать, что нужно делать. Так вот, радиослушатели мне подсказывали, что нужно делать, и оно, ты знаешь, помогло. Правда, я уже не помню. Мое самое лучшее, любимое средство – это стопка водки с перцем, настоящим перцем, я имею в виду, с черным. С молотым черным перцем? Да. И получается совсем неплохо. Правда, вести передачи после этого... Не, я не знаю, я не знаю, я как-то так водку с перцем... Олежка говорит, надо кипятить вино и мешать с медом. Ну, тут это вообще извращение, я не знаю. А вот сейчас нам подскажут, наверное. Добрый день. Да. Здравствуйте. Дело в том, что водка с перцем – это класс, но это только начало. Если хотите, могу поделиться, меня когда-то сказал человек, который служил на Северном флоте, я там страшное делаю, понимаете, что минус 20, минус 30, и ветра, и вся эта фигня. Но это, правда, хорошо, когда вот только заболеваешь. Никогда уже готов. Хотя я даже не пробовал. Когда вот заболеваешь, я пробовал, и правда, ну, класс, помогает. Значит, вечером, перед сном, налить себе рюмку водки, любой, ну, 40 градусов, горилка с перцем, с перцем, неважно. И тут же налить чашку, лучше, конечно, травяного, горячего чаю. Значит, лечь в постель, укрыться хорошо, выпить рюмку и запить ее вот этим чаем. Значит, одеяло будет мокрое. И на утро вы просыпаете... Да, это если здоровое сердце, при условии... Я забыл, извините. Вы имеете в виду, одеяло будет мокрое... На утро вы просыпаетесь здоровым человеком. Одеяло будет мокрое от пота или от чего-то другого? Да, вы так перепотеете водка с горячим чаем. Лучше, конечно, долиной какой-нибудь чай. И получается кризис, термический удар, и пропотеваешь, и ни один микроб этого не удерживает. Это тут вместе с вами. Это да. Спасибо вам. Это здоровое. Не дай бог, что так я там лучше не надо. Ну да, да, я понимаю. Спасибо большое, спасибо. Будем лечиться, как-то будем лечиться. Микробы, ну, это, похоже, вирус. Конечно, вирус. Причем, я же, самое интересное, доктор Кипнис был здесь в пятницу, да, и как раз я снимал передачу. Как раз и меня не было, я уже, я сломался. Ты уже не мог. У меня горный голос был такой, скрипт. Ты был вообще никакой, я честно даже испугался. Но доктор Кипнис пришел, я как раз еще был в порядке. Говорю, да, видите, вот сегодня у нас Чикаго такой страшный вирус. Такое, я говорю, ну, доктор вирус, вы же понимаете, значит, надо подальше находиться от людей, которые... Да, в субботу я уже был никакой, поэтому... Нормально. Все-таки ты где-то у меня прошел рядышком. Нет, это уже, наверное, моя внучечка из садика пришла. Ну, да, у меня теперь в семье такая же карусель пошла. Все по очереди болеем. В общем, давайте так, обязательно, дорогие друзья, берегите себя, старайтесь как-то подальше находиться от больных людей, вот, и, ну, если какой... как только почувствовали какие-то симптомы, начинайте пить водку с перцем и запивать горячим. Не останавливайтесь, пока не почувствуете себя. Хорошо. И так, я уверен, что ты смотрел... Ну, конечно, я смотрел. Я вчера очень внимательно. Я же не Леша. Я очень внимательно смотрел. Вот, в частной... ну, там несколько тем было. Да. Ну, не важно, какой бы темы ни затронули, все равно к Трампу сводились. Из-за него все, он, сволочь, гад, паразит. Рассист. Рассист. Вообще, это... Ты заметил, да? Интересно. Мы сейчас... Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо за передачу. А можно у вас спросить не по-вчерашнему, а спросить, что я слышала, что FBI нанесло визит к Олме и забрало все компьютер, документацию? Да. Совершенно верно. И я упомяну об этом. Да, мы немножко позже об этом поговорим. Слушайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. То есть, расизм таким... Ты заметил, да, что... Красной нитью через все выступления. Вообще все. А ты слышал этот, молоко, это сумасшедший Уоррен? Ну, конечно, слышал. Значит, российское здравоохранение, российская экономика, все, что делает Трамп, это все расизм. То есть, они поставили вот на эту карту. Нет, они поставили на карту, которая оказалась пшикал. Нет, это... И, кстати, ни разу не упомянули об этом. Да, 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 вообще не Малера. Мы имеем в виду, да, Малера. Все это... И вот как только эта карта провалилась, все, теперь у нас расизм. Везде, на всех каналах, во всех СМИ, Трамп расист, и политика его расистская, и все это, все расизм. Это безумие какое-то. Ты слышал, как спросила, кто это у нас спросил? Спросила Уоррен. Вы согласны во имя хорошей экономики мириться с президентом, расистом и белым супрематистом? Представляешь? То есть, они уже признают, что экономика классная. Да, конечно, что делать. Но теперь они разыгрывают эту карту. Дело вот в чем. Поскольку среди афроамериканцев рекордно низкая безработица, ну, по сравнению с прошлыми периодами. Вообще. И поэтому какая-то часть афроамериканцев, похоже, начинает понимать их, это больше устраивает, когда вот такая экономика. Никогда они живут где-то на подачках. Ну, есть категории людей, которых работа просто не интересует. Они родились, они там, и никогда их такая мысль не посещала. Они никогда не работали. Да. Они родились, они ушли со школы, и сели на вафр, и все. Таких довольно много, но есть ведь среди афроамериканцев нормальные люди, которые хотят работать. Неважно, что они живут в этом гетто, потому что нет возможности выбраться оттуда. Хотя их расселяют, появляются там, там, там. Так вот, эти, конечно же, навряд ли будут голосовать за демократическую партию, потому что Барни Сэндерс обещает поднять налоги. Ну да. Поэтому они сейчас начали, ну опять вернулись, собственно, это не начали. Кубиш, как я говорил, шарики шевелятся, волосы стоят и шевелятся, шарики. Традиционно вернулись к расовой карте. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Hello? Да. Yes. Hello? Yes. Talk, please. This is Dawn. I need to speak with the person who is authorized to make the decisions on the comment account. Okay. You like it? Yeah, we'll have to get back to you on this one. You're on the air. У нас, мы с Комедом уже все дела решили. Не надо нам. Больше нам говорить не о чем. Но ты знаешь, действительно, вот черные, они, давай говорить так, люди, которые пытаются куда-то пробиться, им вот это все эти, как говорит мой товарищ, обетянки и сырцанки, они им не нужны. Им нужна работа, им нужны деньги, они хотят переехать в лучший район, они хотят, то есть так, как все нормальные люди. Да. Понимаешь? Независимо от цвета кожи. Абсолютно. Не, ну вот, вот эта вот истерия по поводу расизма, ведь как бы Америка забыла о расизме, проделала колоссальный путь от расовой дискриминации до равноправия полного, мало того, там, привилегии особые для меньшинств были созданы и так далее. А потом начинается обратный процесс, ведь сколько случаев, когда на кампусах университетов проводятся мероприятия и таблички, помнишь, как раньше были таблички, только для белых? Да. А теперь у них, они сами для себя пишут, только для черных. То есть, они сегрегируются. Как они говорят, predominantly black college. Это что значит вообще в Америке преимущественно чернокожий college. Кто это придумал вообще? Кто? Какие черные college? Значит, расизм это преимущество одной, человек, который судит о другом человеке на основании его цвета кожи. То есть, вот, других критерий, других критерий. Раса. От слова раса. И единственные, кто постоянно подчеркивает и, так сказать, реализует все свои планы с учетом расовой принадлежности, это демократы. Да. То есть, всякие программы придумываются на расовой основе, а на работу принимаются на расовой основе, президенты выбираются на расовой почве. То есть, демократы есть самые настоящие, стопроцентные, чистокровные расисты. А при этом... Да, говорить, пожалуйста. Я могу говорить. Пожалуйста. После Алексея, то, что он рассказывал, очень интересные вещи. Значит, то период, когда два или три месяца назад, когда я позвонил и сказал, ему не кажется ли вам, что Байден хочет взять себе черного кого-то, чтобы он после инаугурации, такое предположение не было, он становится больной, и тот становится черным опять президентом, вот, и тогда Обама становится третий расстрок. Он сказал, ну, ни в коем случае, ну, не дай, ну, это... И много чего рассказал, что невозможно. Теперь возвращается кто-то опять, пустил в слухи. Но единственное непонятное, она имеет ли право баллотироваться к президенту, ведь уже все, которые хотели баллотироваться, они уже заказались, и они уже находятся, имеются право сейчас вступить в гонку, как баллотироваться президента. Да. Пожалуйста, расскажите, может, я это неправильно оценил. Она имеет право вступить в гонку до тех пор, пока не начнутся так называемые кокосы, то есть до тех пор, пока не начнутся вот именно уже голосования. Вот до тех пор, пока голосование не началось, она имеет право вступить в гонку, другой разговор, что ей нужно там набрать определенное количество людей, которые будут вносить деньги под ее компанию, плюс ей нужно набрать определенное вообще количество подписей и так далее. Я не думаю, что у нее в этом будет проблема, поэтому вопрос стоит не в том, будет она, вернее, может она баллотироваться или нет. Вопрос стоит только в одном, нужно оно ей или нет. И вы же понимаете, что от того, что, то есть демократической партии тоже стоит вопрос, нужно им это или нет. Потому что так как сейчас создается вот это левое крыло, вот эти четыре оголтелых непонятных конгресс-вэмин, плюс сейчас в двадцатом году будут опять же происходить выборы в палату представителей для определенных округов. И я думаю, что очень большое количество молодежи, а молодежи левой начнут баллотироваться, и вряд ли Обама, я имею ввиду Мишел, выживет в этой обстановке. Поэтому добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что, ну мне приходит куча писем, потому что адрес продан. И вот приходит несколько раз уже письма о том, что есть такая организация, которая этим занялась, черные будут голосовать за Трампа. Другая организация собрала два миллиона христиан, чтобы они вышли на голосование в шестнадцатом году, и они продолжают работать в этом же направлении дальше. Ну, вы знаете, у меня вот появился такой вопрос тоже из письма, что, не дай бог, Обама станет возглавлять ООН. Он туда стремится. Вот это страшно, по-моему. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. То, что Обама стремится в ООН, поверьте мне, там были люди, вернее, там сегодня люди почище Обама. То есть он не сделает ничего ни хуже, ни лучше. Это просто будет еще один такой же ООН-овец. Будут принимать резолюции антиизраильские против Америки. Ну, а что изменится? Собака лает, караван идиот. Сто процентов. Слава богу, за время правления Обамы, так сказать, они не передали полномочия, часть суверенитета Организации Объединенных Наций. Там, по-моему, какое-то соглашение подписали по поводу оружия, трите какое-то. По поводу оружия, что ООН будет, так сказать, командовать нами. Иметь нам оружие, не иметь нам оружие. Ну, то есть идея глобального мира такого во главе с ЦУРСом. Ну, не формально, а так закулисно. К нему еще сейчас подсоединился, не сейчас, а какое-то время тому назад подсоединился Стайер. И вот между этими двумя пацанами идут серьезные, как говорят, ну, по-русски, новый русский язык, идут серьезные терки насчет того, как же все-таки кроить наш мир. Вот это будет интересно. Ну, Стайер это из той когорты, которая борется с глобальным потеплением. Он на этом день наживает там кучу бабла. И, кстати, что касается... Ну, сейчас примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. Вы знаете, я слежа за этим всем, этим цирком, когда вот сейчас, пару дней тому назад, наш президент хочет выдвинуть Радклифа, конгрессмена, прекрасного, кстати, тиража конгрессмена из штата Тексаса, и моментальная реакция. Вот это... Я даже не знаю, это шпаны, я не знаю, как их назвать, этих совершенно не квалифицированцев. Он не квалифицирован. Значит, вы смотрите, что получается. Кто был квалифицирован из республиканцев за последние года, это был Маккейн, потому что он им подыгрывал, и сейчас в Рамни. Вот это квалифицирован, а все остальные, начиная от номинации в Supreme Court, в любую позицию зенок квалифицирован, а вот эта банда недоумков этих двадцать этих, полных идиотов и придурков, они квалифицирован и плюс эти четыре, которые за ними стоят. Ну, это же вообще комедия, трагедия в одном, в одном акте, как говорят. Никто не квалифицирован. Вы имеете в виду этих спайс-герл? Да, спайс-герл. Я не знаю, как их назвать уже, понимаете? Но главное, моментально, через над квалифицированцев. Да, но я вам скажу такую вещь. Я услышал, буквально это проскочило очень, как говорится, так, вроде бы незаметно, но тем не менее проскочило. Значит, Чак Шумер в своем выступлении сказал, что, конечно же, Трамп взял это, назначил этого Редклиффа для того, он себе создает так называемую как фаервол, то есть между баром и Редклифф Трамп себя будет чувствовать в безопасности. И так интересно произошло. Вопрос был какой, а какая опасность сегодня грозит Трампу, когда уже калужин нет, абстракшен нет, то зачем же ему себя обезопасить в чем? Они же об этом даже не говорят. Они просто, ну, у них вот эти лозунги, которые можно развенчать буквально двумя вопросами наводящими, но они пользуются тем, что никто эти вопросы не задает. Вот в чем проблема. Понимаете? Вот вы говорите, а чем они квалифаят или чем они не квалифаят? А никто эти вопросы не задает. Вот поэтому решается квалифаи или не квалифаи. Вот и все. Да, совершенно правильно. Вы совершенно правильно сказали. Просто, Анатолий, я смотря на эти предыдущие выборы, это, ну, как вы это квалифицируете, это все? Как это все будет? Понимаете? Я думаю, что Трамп разорвет любого из этих вот, потому что там это действительно будет, если это будет Мишел, это будет просто представление, могут продавать на HBO, на Showtime, потому что это будет, it's gonna be something. Давайте скажем так, если Мишел будет сама собой, а Трамп будет самим собой Трампом, то у средств массовой информации просто хватит Кондратий. Потому что то, как он будет говорить о Мишел, ни один левак со здравым, как говорится, или не со здравым смыслом, они не выдержат этого. Вы себе представляете, что здесь начнется, если, вот допустим, он про Хиллари, он сказал, you're a nasty woman. Вы себе представляете, что произойдет, если Трамп скажет Мишел, you are a nasty woman. The most admired woman in the world, как они пишут, я, кстати, когда вижу это на Facebook, я сразу пишу, admired by whom? Кто это, вот именно admired, the most admired woman in the world? Кто? Ну что, вот это вот, ну это вообще, что я ненавидела до тех пор, пока ее муж не стал президентом. Элекс. Ну понимаете, что меня, что меня, это вот, не то, что мы уже в этой теме с вами давно говорили, вот это, что постоянно они не скрывают и говорят, нужно сделать все, чтобы Трамп не прошел. А когда они говорят, сделать все, то есть, ложь, 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 провокации, все, что угодно. А потом они скажут, что, ну, мы же выиграли, и все. То есть, от них можно дать абсолютно все, только плохого, только что-то позорного, лживого, и вот такое, такие, какие они действительно есть. От них можно ожидать все, что угодно, но я надеюсь, что, если Бар останется с Трампом, если он никуда не денется с поста генерального прокурора, то им будет намного тяжелее, чем это было вот в первый срок вместе с Сэшенс, с Радзенстин и так далее. Поэтому, ну, поживем, посмотрим. А насчет Мишел, для кого она модель, я вам скажу, что мало в мире извращенцев, но есть же. Так что, и это бывает. Спасибо большое. Ребят, вам огромное спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Да, скажу, что мы еще смеемся. Давайте, будем снять в следующем году. А что остается? Да, еще вот именно что остается. Знаете, как в Одесском трамвае написано, высовывайтесь, высовывайтесь, посмотрим, что вы завтра высадите. Так что, вот и мы. Смейте, смейтесь. Спасибо. Это бы я не знал. Да, ладно. Всего хорошего. Спасибо, ребята. Пока. Итак, глобальное потепление. В Сицилии собирается тусовка под таким названием Summer Camp. Кэмп, Summer Camp, и возглавляет эту тусовку никто иный, как Лэри Пейдж. Ну, не возглавляют, организовывают, а проводят в качестве организаторов. Лэри Пейдж и Сергей Брин. Позор еврейского народа или великий-великий-великий бизнесмен. Я даже не знаю, вообще странно. Ну, он миллиардер. Миллиардер, да. Ну, руки греют. И, кстати, там собираются на наиболее богатые, наиболее влиятельные. А вот, так сказать, руководить всем этим, задавать тон будет Барак. Я имею в виду Хусейн. В смысле, Обама. Да, да. Он так втихаря на частном самолете туда прилетел такой в маечке, проскользнул. Ну, для, так сказать, для публики это объявлено как саммит, посвященный борьбе с глобальным потеплением. На самом деле собираются разные люди, с разным достатком, ну, все богатые, так скажем, и все влиятельные очень. Но еще одно, что их объединяет, это ненависть к президенту Трампу. И вся деятельность этого freaking summit сведется к тому, каким же образом уничтожить Трампа в 2020 году, на выборах в 2020 году. Гугл, ну, уже ясно, что Гугл работал, уже есть подтверждение тому, что Гугл примерно, он показания давал один из, профессор какой-то, давал показания в Конгрессе и сказал, что, по-моему, от 10 до 20 миллионов голосов Гугл свернул. То есть, перенаправил. То есть, люди с помощью пропаганды, которую делал Гугл, а другими словами, ну, пропаганда своеобразная, там, в поисковую систему заходят, раз, и выскакивает все дерьмо, которое придумало лево-радикальное отребье о Трампе. Там задается какой-то вопрос. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ирина, и мне просто, как бы, к вам вопрос или просьба. Могли бы вы объяснить, вот таким, как я, как бы чайникам в этом процессе, как вообще, насколько долго, и как вообще вот этот проходит процесс выбора кандидата в президент, вот, в частности, у демократов? Сколько это будет длиться, и сколько этапов, если можно? По-моему, в июне начнется раньше. Начнется раньше, где-то до сентября, середины октября, потому что к ноябрю уже должны начаться. Раньше. Или в сентябре должны начаться уже эти generals. Да. На самом деле, они начнут, можно, и потом уточним, когда. И, по-моему, первыми в этот раз будет Калифорния проводить. Промерность, то есть, это будут происходить выборы среди демократов, то есть, они будут голосовать, ну, или голосовать, или на кокусах, там, отдавать свои голоса за того или иного кандидата. Вот тот из них, кто наберет наибольшее количество голосов, причем это будет происходить во всех штатах, во всех. А тот из них, кто наберет наибольшее количество голосов, ну, и поскольку Хилари Клинтон нет, и Дебби Вассерман Шульц уже не возглавляет демократическую партию, то, скорее всего, это пройдет, ну, более или менее честно. Хотя, гарантий никаких нет. Потому что партия решит, и что-нибудь все равно придумает. То есть, пройдут такие выборы среди одной партии, и тот из них, вот из этой массы из 20 человек, кто наберет наибольшее количество голосов, он и станет, ну, он формально объявит номинантом во время съезда демократической партии, и, так сказать, там решат, что да, он кандидат. То есть, это начнется в следующем году. Хорошо, то есть, вот эти вот дебаты, они вот прошли, там, 12 человек, 12 человек. Выборы будут в ноябре. И на этом все, или они, каждый, будут дебатировать друг с другом? То есть, сколько... Нет, ну, они будут потихоньку отсеиваться, там их останется меньше, там у них определенные условия. Вот смотрите, я вам сейчас объясню, для того, чтобы пройти на следующий круг дебатов, вот сегодня пройдет второй круг, да, вернее, второй круг вторых дебатов. Дальше, следующий круг, для того, чтобы попасть на следующий круг, вот эти кандидаты уже должны, во-первых, набрать минимум 130 тысяч доноров, которые им принесут деньги, и определенную сумму денег каждый, чтобы пополнить казну демократической партии. То есть, если кто-то из них не наберет 130 тысяч, вот для того, чтобы попасть на этот круг, им нужно было набрать 65 тысяч доноров, так называемых, ну, или пожертвований, да. Теперь, следующий круг... То есть, все зависит от денег. Все зависит от денег и от количества доноров, которые каждый соберет. Ну, вы же понимаете, что доноров-то, допустим, ну, вот, например, доноров там, например, 20 миллионов, да, и вот эти 20 миллионов должны как-то разделиться на вот это количество кандидатов, причем они всегда поровну. Поэтому, вот, по мере продления, по мере вот этих кругов очередных туров дебатов, будет отсеиваться очень большое количество человек, очень большое. И, скорее всего, к концу последних дебатов, скорее всего, останется, наверное, человека три. И вот эти три человека, из них будут выбирать уже номинанта на пост кандидата от демократической партии. Вот так это... А его объявят на съезде демпартии в следующем году. Так на каждом круге должны быть новые, как бы, доноры? Нет, нет. Или это те же самые? Это могут быть те же самые, неважно. Да, это могут быть те же самые, но главное количество. Но не могут те же самые, это уже не может быть, потому что в этом кругу 65 тысяч, в следующем 130. Это могут быть наши 65, плюс надо набрать еще 65. А где же их на всех набраться? Вот в чем вопрос. Поэтому начнут отсеиваться. Такая мысль бытовая сейчас говорит о том, что, скорее всего, вот к следующему кругу не попадут Бейта Орорк, не попадет Пит Буричич, хотя он собирает неплохие... В первый квартал, первый месяц собрал рекордную сумму. Да, но потом он очень быстренько как-то тормознулся, сейчас он всего в рейтинге, он всего 5% от общей массы. Поэтому, вот говорят, что отсеется, скорее всего, Мэри Уильямс, это вот женщина, которая голосует за любовь во всем мире. Бейта Орорк, Пит Буричич, скорее всего, уйдет этот, как его, Делэйни, потому что за ним там вообще ничего не стоит, вообще не происходит. В общем, вот такая история, мы должны прерваться у нас. Да, давайте прерваться. Ну, в общем, вы поняли примерно, да? Спасибо. Спасибо вам. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Еще одна тема, о которой говорили вчера на дебатах, это иммиграция, тема иммиграции. Кстати, этот вопрос, по-моему, стоит на первом месте среди избирателей иммиграции. Ну, предложения были совершенно потрясающие. Если все в кучу собрать, значит, примерно звучит так. Границы открыты, кто хочет, тот приходит. При этом мы всех обеспечиваем, включая и тех, кто приходит без документов, неважно как, медициной, образованием, хаузингом. В общем, красота. А Рашлин бы сегодня, говорит, там кто-то посчитал. Получилось, вот если, говорит, реализовать все эти проекты, то это будет стоить всего 200 триллионов долларов. Подумаешь. Долларов денег. То есть, наша экономика где-то порядка 20 триллионов, да? Ну да. Это будет стоить 200 триллионов долларов денег. То есть, уму непостижимо. Так, сейчас мы вернемся к вопросу об иммиграции. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы в преддверии моего вопроса начали эту тему. Я хотел бы уточнить, какие новости по строительству стены и физически, и финансовая сторона. Окей. Есть такое дело. Спасибо, сейчас мы обязательно об этом поговорим. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Если вы читали, вот Ллойда Маркуса, последние статьи, который в чайной партии, он музыкант, блестяще совершенно пишет черный, но его от своих собратьев, наверное, достанется еще. И оставалось. А я о другом. Скажите, вот как вы можете прокомментировать вообще, что это за бред по двум вопросам. Первый, губернатор Калифорнии издал, так сказать, свой... Я написал закон. Сейчас по боку до того, что... Пока не предъявят... Не публикует свою налоговую декларацию, значит, мы его не включаем в список. Это бредовая часть. А вторая Пуэрто-Рико. Что там творится теперь? Что же они хотят его нарезать, его как отдельным округом? Да, ну, давайте так, по порядку. Сначала, во-первых, Верховный суд принял решение, что Трамп имеет полное морально-юридическое право использовать средства Министерства обороны на строительство стены. Все, период. То есть, стена строится. Ну, левые говорят, что Трамп не построил ни одного метра стены. На самом деле, то, что называется реконструкцией, там, где либо ее не было кусками, либо стоял какой-то заборчик небольшой, вот на этом месте построили там, я не знаю, 50 миль, 60 миль нормальной функционирующей стены. Те деньги, которые они сейчас могут использовать вследствие решения суда, они построят еще 100 миль стены. И так, у них получается, в этом году они фактически построят 160 миль из 260, которые им нужно. Поэтому в этом году они могут абсолютно спокойно сделать это, но в следующем году, в принципе, еще до выборов он успеет построить оставшиеся там эти 100 миль стены. Так что это все не проблема. Что касается закона, который подписал говнюсом, как же Жанна Сантеева, когда пишет в Фейсбуке, говнюсом. Я такой смазливый хлопец. Они же соревнуются, тем более в Калифорнии. Кто безумнее, кто лево-радикальнее, тот и популярнее. Там же такое количество идиотов живешь, просто уму непостижимо. С ними могут посоревноваться только Нью-Йорк и Чикаго. Это правда, и Балтемор. По количеству идиотов. Так вот, он подписал закон, по которому Трамп не будет включен в избирательный бюллетень до тех пор, пока не опубликует за 5 лет свои налоговые декларации. Это, конечно, бред. Даже Мумбин, который, Браун, который был предшественником Ньюсома, Джим Браун, этот закон давно там лежит, придурки-то законодатели там его приняли, а он сказал, говорит, да это ерунда, это не конституционно. Тот, уж насколько тот был отмороженный балбес, и то отказался подписывать, но Ньюсом превзошел сам себя. Ну, дебил он и есть, дебил, но опять же, ты понимаешь, что получается, он, там такие бабки крутятся, которые на него дают. Вообще, что-то интересная статья, где говорят, что 4 семьи контролируют Карифу Калифорнию. Четыре семьи. То есть, там Пелоси у Ньюсом, там они повязаны между собой. У нас есть звонки. То есть, ну, это бредовый закон, никуда ни на что не повлияет, это антиконституционно, насколько я понимаю. Что касается Пуэрто-Рико, я не знаю. Пуэрто-Рико, единственное, что они хотят сделать, они хотят, как говорят демократы, хватит Пуэрто-Рико быть колонией Соединенных Штатов. Понимая, что там живет такая маленькая Мексика в Пуэрто-Рико, они хотят объявить его штатам. Понятно, что это будет еще два сенатора лево-радикальных и плюс еще несколько конгрессменов лево. Более того, что Акасио-Кортес не кто иная, как Пуэрто-Риканка. Вот примерно такой состав они и рассчитывают. Поэтому они хотят объявить его штатам полноправным, чтобы они принимали участие. Это вряд ли получится, поэтому я бы по этому поводу от суммы не заборачивался. Но, тем не менее, это то, что они хотят сделать. Добрый день. Здравствуйте. А вот у меня вопрос. Насчет того, что не включать Трампа в бюллетень. Можно на этот счет подать в суд против этого штата? Ну, можно подать в суд в том случае, если они не разрешат, если они действительно не разрешат... Это же противоконституционно. Начнем с этого. Ну, давайте говорить так. То, что они приняли этот закон, это не значит, что они будут ему следовать. Как это они не будут? Они будут. Демократы у власти. Как они не будут? Они следуют даже против тех законов, которые реально действуют. А тут закон в их пользу. Варвар, еще раз. То, что они приняли закон, принятый закон, это не значит, что он уже входит в действие. Поэтому они его приняли на всякий случай, как говорят украинцы, нахай будут. А уже что с этим будет делаться дальше? Вот если они действительно воспрепятствуют у нас и звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Значит, там вы сказали насчет строительства стены, а вот процент иммигрантов как-то уменьшился, увеличился. Да. Это один вопрос. И второй, как происходит утверждение нового начальника разведки? И перспективы, и процесс. Я понял. Если можно, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Да. Значит, процент перехода нелегалов границ уменьшился пока что на 28% со 144 тысяч до 100, по-моему, 14 тысяч. Тоже вроде бы немалая сумма, количество, но тем не менее 28% уменьшился благодаря тому, что мексиканцы все-таки как-то сдерживают свои границы. Это раз. Дальше. Как проходят выборы, вернее, назначения вот этого начальника отдела информации, по сбору информации? Он, то есть, должны сейчас начаться слушания в Сенате, и в зависимости от того, как они пройдут, они должны пройти без проблем, потому что, в принципе, он очень уважаемый сенатор, особенно из Техаса. Он конгрессмен. Конгрессмен, прошу прощения. В Сенате будут слушания, он очень уважаемый человек. Так же, как назначаются все министры и так далее. Да, да. Так что, я не думаю, что у него будут проблемы. То есть, он-то будет назначен. Другой разговор, насколько они ему будут ставить палки в колесах. Но пока республиканцы контролируют Сенат. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, пару недель назад на факс-мус выступал Нью-Кингриш, и он назвал эту сумасшедшую четверку фашистами. Хоть одна масс-медиа повторила это, хоть где-то это было. Ну что вы? Нет, нет. Ну что вы? Нет. И, значит, я на одном из формулы посмотрел, как называют демократов. Значит, на русских формулах там добавляют серый и мягкий знак. Да, да. А на английских формулах просто двух пущей выбрасывают. Первый раз. Да. Очень правильно. Значит, я вам скажу, единственное, что они себя называют сквад, то есть команда. А их вообще-то называют гейнг, то есть банда. Вот это единственное, что абсолютно нормально ходит. Пару слов об иммиграции. Значит, ну вот они открытые границы, все, декриминализация и так далее. Так вот, пожалуйста, статья. Нелегальный иммигрант купил ребенка за 80 долларов. В Гватемале. Но это хоть купил, а есть же, которые рентуют. В Гватемале купил за 80 долларов. Когда истекающие кровью сердца либералов начинают визжать, в обиде о том, что вот отнимают детей у родителей. Нет, не отнимают, за 80 долларов продают. Я не знаю, сколько они в рент своих детей сдают. А тут за 80 долларов продали. Так вот, таких детей, как выяснилось, начальник, директор хомлайн-секьюрити делал доклад, 5800 детей, которые не имеют никакого отношения к тем нелегалам, которые представились как их родители. 5800 детей либо украдены, либо куплены, либо сданы в аренду. И это вас не беспокоит, господа либералы. Вас беспокоит то, что их разделяют с родителями, а то, что почти 6000, это то, что установлено с помощью анализа ДНК. Почти 6000 детей не имеют никакого отношения. Да. Да, я представляю. Ты слышал, кстати, сегодня, ну, опять же, ты слушал Раша Лымба, я больше, чем уверен, там выступала женщина, которая работает в ХАД, в департаменте, да, Housing and Urban Development, именно в округе Акасио-Кортес, которая сказала, что буквально, что она в этом округе проводит больше времени, чем сама Акасио-Кортес, но, тем не менее, вот так, как она работает на ХАД, им пришлось закрыть детский кемп из-за того, что там, опять же, red infestation, причем просто дохлые крысы падают с потолка детям на порты. А Акасио-Кортес переживает о том, в каком состоянии содержатся дети на границе. Зубных щеток у них нет, ты понимаешь. Да, и гайперс. Вот тебе, пожалуйста, вот тебе Акасио-Кортес. Душа нет, и Лайза Каммингс там чуть в обморок не упал, в истерике, когда он орал на... Я не представляю, как этот Мэклэнен, как он выдержал, чтобы не ударить кулаком по столу, и сказать, слышь, ты кто такой, чтобы на меня так орать, да. Честно. Удивительная вещь. Ой, хороший тут нам на ютюбе написали. Ну давай, посмелимся. Да, сейчас. Подожди, где же оно, где же оно, где же оно? А вот. Спасибо за вашу работу. Благодаря вам я знаю, кто такой Павел, кто такой Король, кто такая Лора Голуб, где купить очки и влевые изделия. И это на расстоянии 4600 миль от нашего Санкт-Петербурга. То есть добро пожаловать в нашу страну, будете сразу и обслужены, и в очках, с ингредиентными изделиями, и застрахованы, и отремонтируют вашу машину. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Может быть вы успеете сказать что-либо о том, как пришли в офис, забыла, бывшего СБР, начальника СБР. Да, 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 да. Значит, действительно конфисковали пока что все его жесткие диски, все его компьютерные устройства, включая телефоны, включая, то есть все то, что может в себе содержать какую-то информацию. Это все было конфисковано, и теперь это будет все изучаться. И теперь уже обнаружили классифай, то есть секретную информацию, которую он держал у себя дома. У себя на своем, да. Он не имел права выносить за пределы здания ФБР информацию, которая была у него дома. То есть на самом деле это уголовное преступление. Причем, самое интересное, ты подумай, в чем парадокс. Значит, вот эти вот свои записки охотника, да, он печатал на компьютере ФБР и сливал это все своему товарищу. А вот всю секретную информацию он держал дома на своем компьютере. Ну, скажи мне. А вот этот квалифицированный деятель, да, Коми? Ну, самое интересное, ты подумай, а все же это идет. Добрый день. Ну, это понятно, он маскировался, так они и дубят, и не знаю. А вы ее не в курсе, может, прокомментируете, что у нас уже, Шарифы стали убегать в Россию за границу или что там. Кто у нас убегает куда? Это кто такие? Я не знаю. Ну, вот передавали, что с какой-то штаба Шариф убежал в Россию, в Воронеже живет. Нормально. Слушайте, ну и среди шерифов встречаются идиотами, что же я могу сказать. Наверное. Ну, говорят, что там какой-то, как его... Или какой-то составляющий, что на него... Конечно, или какой-то, я и хотел сказать, или какой-то криминал за ним водится. Ну, почему в Россию едет, понял? Ну, я не думал, что так просто убежал бы. Да нет, да, вдруг бросил, да, за... Ну, вы в курсе, нет? Нет, нет, нет. Нет, спасибо, интересно очень, да. Ты понимаешь, вот это... Давай последний звонок примем, потому что криминал снимал. Окей, хорошо, что это последний. Как этот Нейерберг, который пошел опять на президента... Стайер. Айер, как его зовут? Стайер, Стайер. Там Стайер. Окей, вот сейчас кончится передача, да? Пусть Сергей выйдет на интернет и посмотрит на него. На Вики, по-моему, есть. И пусть посмотрит на его жену, а заодно на его брата и брата-жену. Тогда вы будете знать, почему они такие злые. Спасибо, до свидания. Спасибо, Сэм. Да, это была хорошая концовка к нашей передаче. Но, тем не менее, запомните. Вот все, что делал Коми, все, что делали его сподвижники, это все было по одной причине. Чувство безнаказанности. А вот видите, оказывается, вот goes around, comes around. Так что берегите себя.